Магодетные семьи, которым положен бесплатный земельный участок, теперь смогут получить льготу в материальном виде. Сумма, откровенно говоря, не бог весть какая, 140 тысяч рублей. Но учитывая, что за год получают участки десяток другой семей, а в очереди несколько тысяч льготников, это может стать внятной альтернативой. Впрочем, про деньги мы еще сегодня поговорим. Здравствуйте, в эфире «Особое мнение». В ближайшие 30 минут факты, события, выводы, все то, о чем мы сможем составить свое. Особое мнение. На неделе глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин отчитался перед президентом о состоянии дел в отрасли. Отчет полон оптимизма. Глава государства благодушно подвел итог «Топливная сфера страны в надежных и профессиональных руках». Согласятся ли с этим жители? Не факт. В Иркутской области на этой неделе возник дефицит 95-го и 98-го бензина на нескольких сетях автозаправочных станций. К концу недели в Прибайкале прибыла первая партия топлива 300 тонн, затем еще 900 тонн бензина. Насколько хватит привезенного объема, сказать сложно, ведь на других АЗС тоже есть проблемы с запасами популярных марок. Вообще, топливные операторы говорят о том, что нехватка бензина возникла из-за задержки поставок. Но эксперты не исключают, что горючее, предназначавшееся для Иркутской области, было отправлено на Дальний Восток, ведь там тоже ощущался дефицит бензина. Вообще, мы привыкли к парадоксам. В стране лидеры по нефтедобыче могут образоваться очереди на заправках и дефицит топлива. А в 21 веке в областном центре надо опасаться диких животных. Случай не из фильма «Постапокалипсиса», это Иркутск, где на этой неделе на девочку напала собака. Отбить ребенка от животных помог мужчина, который в этот момент проезжал мимо. Случившимся уже заинтересовали в Следственном комитете. Надо сказать, что в Иркутске люди часто становятся жертвами агрессивных стай, и произойти такое может с каждым. Как защитить себя от разъяренных псов? Смотрите в материале, может пригодиться. Хотя такие вещи лучше знать исключительно в теории. Эти кадры облетели все группы Прибайкаля в социальных сетях. Инцидент произошел в Ленинском районе Иркутска. Если бы не Андрей Макаров, который сидел за рулем, страшно подумать, что бы случилось с девочкой. И это не единственный подобный инцидент за последние дни. Тема агрессивных собак мне очень близка. Да, я каждую пробежку отбиваюсь от них. И этот навык мне пригодился. Вчера вечером здесь, в центре Иркутска, на моих глазах на девушку напали псы. Они ее окружили, кусали за колено, вырывали сумку. И не то чтобы я смела, я просто не могла стоять на месте. Я бросилась за ними с криками, взмахивая сумку. И мне удалось их спугнуть. Кинологи-эксперты по выживанию считают, что нападение собак можно предотвратить. Они советуют сначала понять, почему животные агрессивны к прохожему. Возможно, четвероногие думают, что на их территорию, пищу или жизни их щенков посягают. В таком случае нужно просто отойти и не разворачиваться спиной к собаке. Однако, чаще всего времени на поиск причины агрессии пса нет. Но есть железные правила поведения. Нельзя поворачиваться спиной к собаке. Она может укусить, убегать от собаки, потому что у нее сработает охотничий инстинкт догоняй добычу. Можно сделать вид, что ты что-либо поднимаешь. То есть многие бродячие собаки боятся того, что у них кинут камень элементарно. Также нужно громко крикнуть собаке «фу!». Если же на ваших глазах пес напал на кого-то, то нужно взять его за задние лапы и поднять собаку вверх. В этой позе зверь сразу разжимает пасть. После чего пса нужно отбросить. В этом случае жалость недопустима. Ведь животное несет серьезную угрозу для окружающих. Однако лучше всего при себе иметь средства защиты от собак. Электрошокер, перцовый баллончик и специальный отпугиватель псов, который издает неприятный для животного звук. Но помните, что оборона возможна только в крайнем случае. Ведь в большинстве случаев собака все-таки друг человека. Впрочем, стоит отметить, что агрессивные собачьи стаи на улицах – это беда не только Иркутска. Это проблема всех муниципалитетов региона. Так в Братске на улицах не уменьшается число бездомных животных. И дело не в том, что собаки как-то аномально быстро размножаются. Причина более житейская. Предприниматель из Братска, который еще в прошлом году выиграл контракты на отлов псов, не справляется со своими обязанностями. Бизнесмен просто и незатейливо не реагировал на заявки брачан, которые сообщали, в каком районе города необходимо поймать безнадзорных животных. На организацию даже не повлияли письменные претензии. В итоге питомник занесли в список недобросовестных подрядчиков. Сейчас отловом занимается другая организация. Если и этот индивидуальный предприниматель не справится, его тоже отстранят от подобных работ. Но уже сейчас за ним пристально наблюдают. Вот этот отловщик ИП Сегринев, подрядчик, он сам создал вольеры. Он пытается за собой оставить содержание этих животных. Мы у него несколько раз были вместе со службой ветеринарии. Буквально вчера у него еще раз служба была с проверкой. Итогов этого обследования я еще не видел. Не раз уже выносились замечания. Он пока пытается реализовать это своими силами. Возможно, региональный список недобросовестных подрядчиков пополнят и другие организации по отлову собак. Если они не пройдут проверку. В течение года ревизии проведут во всех 14 приютах для животных Иркутской области. Специалисты внимательно изучат все документы и территории питомников. В том числе карантинную зону, участок для выгула животных, вольеры, кормокухню и ветеринарный блок. Они должны соответствовать всем требованиям. Такое внимание к собачьим богадельным возникло после инцидента в Иркутском приюте «Пять звезд». Это учреждение подозревают в жестоком обращении с животными. Ну а что? Отлов диких животных – это бизнес. И как в любом другом, в нем есть порядочные контрагенды, а есть и не очень. К слову про бизнес. На неделе ряд предпринимателей заявили, что Иркутская область рискует остаться без малого и среднего предпринимательства. Дескать, у соседей в том же Забайкале налоги ниже, и бизнес готовится к массовому переезду. Заявление вышло громким, и им заинтересовались в Госдуме. Что происходит с региональными налогами, и какую дыру в местном бюджете может пробить массовый отток бизнесменов? Поговорим с гостем в студии. Сегодня у нас в передаче гость. Это Наталья Игоревна Дикусарова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области. Наталья Игоревна, здравствуйте. Добрый день. Как всегда, хорошо выглядите. И вопрос сразу. Некоторые предприниматели сообщили о том, что они нашли некие соседние регионы, куда они хотели бы перевести бизнес, поскольку там налоговая обстановка, на их взгляд, легче. Повестку подхватили некоторые депутаты государственных, думаю, ваши коллеги. А на самом деле, насколько это серьезная проблема, и что это за такие страшные региональные налоги, от которых побежали предприниматели? И побежали ли вообще? У нас законодательство налоговое строится таким образом, что отдельные виды налогов можно регулировать, и особенности применения этих налоговых систем можно регулировать на региональном уровне. И два таких налога, которые сейчас на слуху, это патент и это упрощенная система налогообложения. Каждый регион здесь может устанавливать какие-то свои определенные требования, но в четких рамках, которые заданы федеральным центром. При этом, да, возможности для определения каких-то льготных категорий, каких-то льготных подходов, они имеются у регионов. Но опять же, даже на этой части, даже в этой части федеральные органы власти установили для нас свои определенные правила и требования. Ну, например, мы не можем установить льготу по налогам ниже, чем, допустим, УСН при налогообложении доходы не ниже 1%, и УСН при налогообложении в виде дохода минус расходы это 5%. От чего побежали-то все-таки? Что здесь вот в Иркутской области плохо, а где-то там в условном, ну, там, Забайкалье... О налогах очень тяжело, действительно, говорить проще. Я постараюсь. Для вновь зарегистрированных предпринимателей на территории Бурятии и Забайкальского края действительно установлены льготные налоговые ставки. То есть человек должен либо там прописаться, либо, если у него общество с ограниченной ответственностью, другое юрлицо, которое может перейти на упрощенную систему налогообложения, он должен тоже каким-то образом организационно быть связан с тем регионом. Таким образом, Бурятия, Забайкалье, они устанавливали пониженную ставку для того, чтобы появлялись новые, регистрировались новые организации, предприятия на упрощенной системе налогообложения. Что касается других категорий, то Бурятия для тех налогоплательщиков, кто перешел с очень громко сейчас обсуждаемого отмененного налога на единый налог на вмененный доход, тоже установила возможность применения налоговой ставки при соблюдении нескольких очень жестких и серьезных условий. А что нам мешает сделать такие же? Мы сейчас как раз работаем с предпринимательским сообществом. Они высказали ряд своих предложений по поводу упрощенной системы налогообложения. Мы уже отработали патент. Патент имеется в виду? Патентную систему налогообложения. Буквально неделю чуть больше назад вступил в силу закон, который принят и внесен депутатами ЗАГСобрания о применении понижающего коэффициента для патента. Коэффициент 0,5. Ровно в два раза снижается патент. По одному из самых обсуждаемых сегодня приложений это приложение, которое касается установления патента для общепита и для розничной торговли. Вот сегодня, буквально вчера, позавчера предприниматели уже начали на себе ощущать вот этот эффект от принятого закона. То есть им на почту начинают поступать пересчитанные патенты. И они увидели в два раза снижение налога по этим видам деятельности, по патенту. А в целом, если смотреть с точки зрения наполняемости бюджета уже региона, ладно, хорошо предпринимателям сделали, а для бюджета это чем обернется? Мы ищем баланс. Между тем, что предлагают нам предприниматели в виде льготных налоговых ставок и между тем, что сегодня мы видим в доходной части бюджета Иркутской области. Поэтому сейчас идет как раз расчет под тем категориям, которые требуют поддержки на сегодня. То есть как раз ищем вот те категории, которые сегодня нуждаются в поддержке для того, чтобы принять взвешенное, консолидированное решение. А вообще вот малый и средний бизнес, вот налоги от этой деятельности, они насколько большой процент наполнения бюджета? То есть насколько это для нас вообще серьезный малый и средний бизнес? Если сегодня минимальную ставку установить для всех налогоплательщиков, которые платят ОСН, там и малый, и средний бизнес, и вот уже такой вот более-менее серьезный бизнес, это порядка 7 миллиардов рублей для бюджета Иркутской области. Для нашего, грубо говоря, 200 миллиардов. Да, вот сумма, она вот такая, сумма составляет такая. Но это если все будут платить, все, кто на ОСН, если они все будут платить минимальную налоговую ставку, это как раз вот цена той льготы, которая сегодня обсуждается. Ну, 7 миллиардов это много или мало? Все-таки. Смотря в чем вы считаете 7 миллиардов. 1 миллиард это школа, знаем мы примерную стоимость детских садов по программам. То есть, мы, грубо говоря, 7 школ мы построим. Я предлагаю отойти все-таки вот от этой системы вот такого расчета. Да, эту сумму можно перевести, но если у нас сегодня стоит задача поддержать именно в таком объеме, то эту задачу нужно обсуждать на сегодняшний день. Есть еще один момент, о котором хочу сказать. Вот, наверное, предостерегла бы всех использовать вот эту тему налогообложения, льгот и так далее в каких-то политических целях. А тут все-таки есть какая-то практика. Есть, да. Есть отдельные политические моменты, есть отдельная политическая подоплека. Знаете, я на своем личном опыте столкнулась с ситуацией, когда даже не в плане законодательного регулирования, то есть не надо менять какие-то законы прямо сию минуту и сейчас. Надо просто во взаимодействии с предпринимательским сообществом решить ряд вопросов и задач, и это уже снимет массу вопросов. Вот чем больше было дано нормальных, качественных консультаций в этой части, тем большая часть предпринимателей увидела, что для них проблемы не существует. Для многих патент является даже где-то удобнее, где-то понятнее, где-то сняты те вопросы, о которых они переживали. Еще есть один момент, когда, например, только-только появилось законодательство, и тут вдруг появляется информация вот в предпринимательской среде, если ты арендуешь помещение, то на эту арендуемую площадь патент тебе не рассчитают. Мы тут же с Федеральной налоговой службой тему проработали, которые приняли единую позицию, и налоговая стала считать патент на арендуемую площадь. Спасибо, Наталья Игоревна. Я напоминаю, у нас в гостях была председатель комитета по бюджету законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. А мы вернемся в студию через несколько секунд. Но к другим темам. Иркутск – город, в котором волшебство возможно. Особенно, если дело касается жилищного строительства. Каких только метаморфоз мы с вами не увидели. Например, 13-этажные дома, которые появляются из ниоткуда, на удивление чиновникам. Могут нам строители продемонстрировать и шоу с исчезновениями. Например, при начале строительства жилого квартала был парк, а потом исчез. Правда, когда эта мистическая история дошла до президента страны, парк снова появился, правда, на бумаге. Впрочем, обо всем подробнее в следующем материале. Огромные сугробы, заборы и полное отсутствие благоустройства. Такая картина больше подходит для заброшенной промплощадки. Но на деле это центр одного из жилых комплексов в Иркутске. Однако всего этого здесь быть не должно. Согласно проектной документации, на этом месте должен находиться тематический парк с озеленением, зонами отдыха и развлечений. Как раз этот объект 6 лет назад и привлек внимание Кристины Ташкеновой при выборе квартиры. Нам обещали, выдавали книжечки, вот такие, что тут будет парковая зона, тематический парк. В 2017 году мы получаем ключи, а летом 2020 года на публичной кадастровой карте мы смотрим эту территорию и мы видим, что данный парк категория земель отдана по строительству многоквартирных домов. Проектом застройщика также здесь предусмотрен детский садик. Он должен находиться примерно у меня за спиной. Сам парк должен был находиться вот где-то здесь. Ну а на деле данный пустырь превратился просто в полигон для свалки снега. Это привело к тому, что местные жители написали обращение президенту страны под просьбой к первому лицу государства построить обещанный парк, подписались 750 жильцов микрорайона. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. На проблему обратила внимание и мэрия Иркутска. Земля, о которой сегодня идет речь, она принадлежит муниципалитету. Есть ряд вопросов у меня и сегодня, есть ряд вопросов у муниципалитета, у администрации, как эта земля сегодня поменяла свое назначение. Наша позиция сегодня точная, это никакой застройки здесь не будет и не должно быть, здесь должен быть реализован только парк. Но проблема не только в том, что изменилось назначение земель. Оказывается, на месте этого пустыря когда-то находилась стоянка древнего человека. И прежде чем приступать к работам, необходимо провести геодезические изыскания, получить все данные о местном рельефе. Это даст понять, где можно менять ландшафт, а где нет. Стоит такое исследование около полутора миллионов рублей. Кстати, сам парк обойдется городскому бюджету по самым скромным подсчетам в 100 миллионов. Очевидно, что без федеральной помощи не обойтись. Нужно заходить в программу по формированию комфортной городской среды. Как это делается во многих городах, районах Иркутска в том числе и так далее. Просто проблема, она, проблема может остаться для жителей, чтобы было понятно. Зайти сюда можно будет, то есть попытаться выиграть и получить деньги только в 2023 году. То есть следующие два года уйдут на проектировку парка и составление сметы. Но реализация федеральной программы заканчивается как раз в 2023 году. И можно просто не успеть попасть в нее, а если ее не продлят, помощи ждать будет просто неоткуда. А значит парк времени, как его когда-то назвал застройщик, так и останется мечтой для местных жителей. От чудес вернемся к делам житейским. Постепенно возвращаются к привычному режиму работы медицинские учреждения региона, перепрофилированные в ковидные госпитали в разгар пандемии. Наконец возобновил плановый прием пациентов Ангарский перинатальный центр. Как специалисты перенесли трехмесячный режим борьбы с инфекцией и как готовились к приему будущих мам. Расскажем далее. Помещения Ангарского перинатального центра пока пустуют. Но это пока. После длительного перерыва учреждение возобновляет прием женщин, которые вскоре станут мамами. Три последних месяца в этих палатах лежали лишь люди с коронавирусной инфекцией. В перинатальном центре это время вспоминают как тяжелое. Мы акушеры-гинекологи, контингент молодой, а здесь контингент весь возрастной. Практически 100% сопутствующей патологии, которым каждый день необходимы были такие не просто врачи-специалисты, которыми стали акушеры-гинекологи, пройдя онлайн обучение 30 часов. А им нужны были терапевты, эндокринологи, неврологи, потому что у всех этих пациентов была сопутствующая патология. Всего в Ангарском перинатальном центре работают 200 специалистов. На суточное дежурство обычно заступают 45. К исполнению своих непосредственных обязанностей сейчас готовы все. В учреждении буквально царит дух энтузиазма. Медики рады, что вновь возвращаются к своей основной специализации. Даже тотальную дезинфекцию и косметический ремонт провели менее чем за две недели. И уже сегодня в родильном зале появились первые пациенты. И даже накануне приняли первые роды. На свет появилась девочка. Весь персонал наш соскучился по нашим пациентам, по нашим молодым красивым женщинам беременным, по маленьким детям. Мы все рады. И средний персонал, и врачи. И поздравляем наших девочек-ангарчанок, что теперь им не придется ездить в другие города рожать. Мы их ждем. Ждали возобновления работы медицинского учреждения и все роженицы города нефтехимиков. Теперь им не придется ездить на обследование и роды в областной центр. Более того, открытие ангарского перинатального центра позволит снизить нагрузку на роддома Иркутска. Ведь местный роддом тоже принимает женщин из отдаленных территорий. Будущие мамы действительно доверяют местным врачам. А это лучший комплимент из возможных. Конечно, хорошо, что все возвращается на свои рельсы. Но то Ангарск. Город по прибайкальским меркам не маленький. Тут и профильные больницы, и поликлиники. Все как и должно быть. А вот что делать людям в глубинке? Например, жителям села Гутара в Нижнеудинском районе. Дело в том, что в этом населенном пункте закрылся фельдшерско-акушерский пункт и уволился единственный медработник. Почти 500 человек остались без какой-либо медицинской помощи и лекарств. Сложность ситуации заключается в том, что село находится в труднодоступной местности. И добраться до соседнего населенного пункта, где есть аптека ИФА, просто нереально. Так как село разделяет горный перевал, непроходимый из-за снега. Уполномоченный по правам человека оперативно отреагировала на обращения жителей поселка и попросила власти региона вмешаться в ситуацию. После этого фельдшерско-акушерский пункт в селе открыли и даже нашли для него медработника. Но зная размеры зарплат, возникает вопрос, надолго ли. Стоит отметить, что во многих удаленных муниципалитетах Иркутской области есть проблемы, связанные с недоступностью медицинской помощи. Так, за прошлый год у нас поступило 141 обращение по теме, связанной с различными опросами медицины и здравоохранения. Вообще, вот такой случай, что обратились по поводу отсутствия учреждения, то есть фельдшерско-акушерского пункта в каком-то дальнем селении, это был первый вопрос за прошлый год. То есть вопросы были разные, но в основном касались нехватки лекарственных препаратов, там какие-то были нюансы с медицинским обслуживанием. А эта новость, наверное, приведет в уныние любителей футбола. Впрочем, то, что иркутский «Зенит» страдает от хронического безденежья, не сенсация. Несколько раз в год игроки заявляют о том, что им задерживают зарплату. Приезжает какой-нибудь высокий чиновник, грозно хмурит брови и раздает обещание разобраться как следует и наказать кого попало. Следом, насчет клуба переводится несколько миллионов рублей, и история затихает опять на несколько месяцев. Чтобы потом повториться снова, почему мы лечим симптомы, а не причины, в вопросе разбирался Данил Седов. Вся команда первенства профессиональной футбольной лиги уже вышли из своих отпусков и начали подготовку к весенней части турнира. Все, кроме иркутского «Зенита». У нашей команды снова возникли финансовые проблемы. Сейчас денег нет даже для того, чтобы просто тренироваться. А игроки не видели своих зарплат с августа. Из-за таких задержек по зарплатам команду покинули уже семь человек, и речь идет не только о приезжих игроках. Из Иркутска уезжают даже воспитанники местной футбольной школы. Причем деньги не получают и административный состав «Зенита». Спортивный директор Александр Ковалев говорит, что долги копятся аж с 2016 года. И каждый раз финансовой помощи хватало примерно на полгода. А в начале 2020-го спортсменам и тренерам первые лица Прибайкалья говорили о том, что профессиональный футбол нужен региону. Люди, отвечающие за это, просто пустили, толкнули кораблик. Утонет так, утонет, не утонет так. Ну, хорошо, мы рады будем. А если утонет, ну что, судьба его такая. Но только не понимаю, как можно просто-напросто так, просто толкнуть корабль, утонет, не утонет. Ведь за этим корабликом стоит большая масса людей. Но масса эта становится все меньше. Сейчас в заявке «Зенита» без учета тренерского штаба числится всего 15 человек. Остались самые терпеливые. Подписывать новых игроков в сложившейся ситуации просто нереально. Спонсоров у иркутской команды нет. Все деньги выделялись из бюджета области. А это заведомо проигрышная схема. Ведь профессиональный футбол, удовольствие дорогое. И когда-нибудь у любого региона заканчиваются на это деньги. И без дополнительного финансирования клуб умрет. Так было со «Звездой» в 2008-м и с «Байкалом» в 2016-м. Но у «Зенита» пока есть шансы избежать такой участи. В Министерстве спорта Иркутской области пояснили, что средства на финансирование профессионального спорта в Прибайкале на 2021 год в бюджете региона уже заложены. Однако для того, чтобы «Зениту» получить эти деньги, это финансирование, команде необходимо пройти целый ряд бюрократических процедур. Но даже их результат не дает никакой гарантии того, что команда получит деньги. Даже если деньги дойдут, не факт, что их хватит. Сейчас «Зениту» нужно минимум 20 миллионов рублей. Их потратят на частичное погашение долгов и перелеты в другие регионы на оставшиеся матчи сезона. Найти необходимую сумму нужно до 25 февраля. В противном случае клуб снимется с турнира и прекратит свое существование навсегда. Откровенно говоря, интересно было бы взглянуть на зарплаты спортивных чиновников. Они тоже сидят по три месяца без денег? Сомневаюсь. Но это мое мнение. На сегодня это все. Впереди нас ждут три выходных дня и День защитников Отечества. Поздравляю! Ну а мы с вами увидимся в следующую субботу в это же время в программе «Особое мнение». И берегите себя! Субтитры подогнал «Симон»!